Зачастую у родителей возникают трудности в коммуникации с ребенком, когда он взрослеет. Так выходит, когда родитель еще не перестроил своего общения и не осознал того факта, что ребенок вырос и теперь он не маленький мальчик, девочка триха лет, а теперь чаду уже 7, 10 или 14 лет. Принятие того, что ребенок безвозвратно взрослеет и это необратимо, родители могут испытывать страх, от того что чадо скоро выйдет во взрослым мир, который может быть полон опасностей и испытаний. Родители могут испытывать вину за то, что мало проводили времени вместе с ребенком из-за работы, или каких-то бытовых неурядиц и так далее. Любые негативные эмоции, которые испытывает родители состояния, в которых пребывает могут осложнить процесс психологического взросления ребенка, что впоследствии скажется на всей его дальнейшей жизни. Понятное дело, что никакой родитель удерживая рядом с собой не делает этого для того, чтобы навредить, хочется помочь, сделать так, чтобы жизнь ребенка была максимально комфортна. Но как помочь ребенку стать взрослым и при этом не остаться врагом народа, который всю жизнь испортил? Ну, во-первых, необходимо понять, что ребенок не испортился. Он не кефир, чтобы испортиться, он просто растет. И сейчас период изменения ролевой структуры. И ребенок с трудом примеряет новые роли. Ему нужна помощь, в первую очередь поддержка, только не старая, как ребенку, а новая такая, как вы поддерживаете своих взрослых друзей и родственников. Во-вторых, нужно помнить, что подросток находится в переходном состоянии между ребенком и взрослым. А точнее, он прогуливается то в одно состояние, то в другое, сам того не осознавая. В состоянии ребенка он легче примет нежность и заботу по детскому образцу, но категорически откажется от них во взрослом состоянии. Во взрослом состоянии ему нужны дружеское участие и помощь на равных. Признание его права быть взрослым. В-третьих, важно постоянно напоминать себе, что если ребенок вас чем-то задел, то нельзя на него нападать как на врага, даже если очень хочется, а такое будет и может быть такое желание посетит вас нередко. Если такое происходит, то это означает, что он попал в вашу болевую точку, где вероятно вы сами не дошли в вашей сепарации. Замалчивать это нельзя, так как ребенок учится по-новому обращаться с людьми в мире и начинает с родителей, конечно. Будет полезно сообщить о том, что с вами происходит, когда он так делает. А от ваших собственных болевых точек уже нужно избавляться лично вам, самостоятельно при помощи упражнений и разных техник, или, если самостоятельно не выходит, то обратиться за помощью к специалисту. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok